здравствуйте дорогие друзья с вами снова фирмы peterson и я эдуард петер и хотя еще рано подводить какие итоги но кое-какие подвижки есть я вам хотел об этом рассказать дело в том что за это время за январь я попробовал несколько стилей то есть я попробовал снимать отдельные вещи как вот просто зайчика яйцо там я пробовал концептуальные вещи то есть вместе с этим зайчиком что-то ему там прилеплять и так далее то есть множество различных вариантов я попробовал потом смысле зайчиком с этим с птенчиком и так далее и сейчас это стоит на стоке потом следующий у меня была идея провести собачью серию ричард участвовал молодец хорошо все прошло поставил и последнее это вот я сделал стимпанков скую серию то есть сделал также и концептуально где он там кует эти железные яички кстати критику которые говорят что он не похож на зайца я не принимаю почему потому что надо быть в стимпанке чтобы понимать как должен выглядеть заяц стимпанковский заяц это совершенно другое существо это существо фантастическое скажем даже он может быть абсолютно злобным даже жизнь стимпанковская это суровая жизнь поэтому тут я говорю что тут оставьте мне решать как должен выглядеть заяц нужны ему выше или не нужно я посчитал не нужны значит так оно должно быть так и теперь подошла пора попробовать стиль я его называю сюси-пуси то есть это такой сошаренький немножечко такой знаете такой вот такой миленький такой вот стильчик такой который любит очень девушки бантики там какие-то цветочечки там яички покрашенные там всякое то вот это мы с вами еще сделаем это не мой стиль не мой стиль но я под него подстроюсь я под него подстроюсь причем подстроюсь хорошо мне нужно к этому было стилю мне нужно было трава и пассивная которая до этого была две недели до она-то прошла успешно сходы пошли но первое вот этот кошачий как его кошачий корм он не пошел здесь вот так нарисовано все красиво вылезли отдельные совершенно на расстоянии 2-3 сантиметра такие длинные бодули которые я один раз косил использовал и выбросил все длилось это не 45 дней длилось это почти две недели так теперь вот этот так уберем его зайчик теперь вот этот это так называемый рази разом по 5 то есть это заплатка для этих газонов выросла до выросла но плотно выросла но тут что нарисовано с тем что выросла это тоже большая разница здесь я сейчас покажу ведь какие плотные красивые ребята они могут наверно быть но скажем так месяца через два через три а до этого они выросли такие тоненькие тоненькие нити подобные ростки которые потянулись вверх я их стал обрезать и тем не менее меня нету времени ждать два три месяца понимаете то есть это тоже не вариант и в этом находится то же самое и опять же смотрю тут такая красивая везде красивая трава ни один из этих продуктов мне не подошел так что 20 евро были выброшены но приобретен ценный опыт приобретен ценный опыт я это всегда приветствую когда я что-то делаю и я получает результат да то есть я его не храняем говорит честно вот это ребята лучше не надо поэтому я пришел к выводу мне подсказал один из наших подписчиков что дарт возьми такую специальную клеенку которая подстилается для лежачих больных она впитывает влагу хорошо и засыпь туда два сантиметра пшеницу я так и сделал сейчас вам покажу вот этот новый посев у два дня от роду но мы видим что ростки уже пошли прям на глазах идут и очень плотно я надеюсь что действительно через два-три дня уже появятся пилы первые зеленые росточки и я надеюсь что это уже будет успешно потому что к тому идет она очень плотно не как вот в этом в кошачьем да там разбросана она очень плотно растет да и я думаю что я быстро получу дня через три-четыре я получу действительно такие то что мне нужно а до тех пор как мне это зюси-пуси сделать сделать зюси-пуси зюси это тоже по-немецки сладенькое вот они когда видят готовый такой зюси зюси это такой сладенький сладенький зюси поэтому зюси-пуси будет у нас стиль так вот для этого набрал все что мне нужно и и к этому купил цветочки и вот то что я еще приобрел в магазине сегодня это нарциссы нарциссы такие чисто ну скажем так пасхальные цветочки я и взял упаковку у нас по отдельности не продавались стоило по-моему 4 евро не так страшно и вот из них я попробую теперь сделать фон как бы такой размытый такой совершенно размыто на его фоне там яички кролики и так далее и первую фотографию мы сейчас с вами и сделаем посмотрим как это будет смотреться хорошо тогда я переодеваюсь и мы идем на фотографическую площадку поставил вот такую композицию то есть цепленок вылупляется а второй который раньше уже вылупился и его как бы приветствует этот радостный вот таком плане я сейчас это и сфотографирую ну вот так в принципе должно получиться довольно таки неплохо вот пожалуйста совсем неплохой и третий снимок я хочу уже с зайцем сделать теперь у меня несколько другая схема посложнее то есть это уже концерт получается хотя здесь и пуси так здесь два стоят таких мелких которые тоже с зайцем пришли поздравить крупного птенца такой выродился вот и зайчик держит цветочек надо было красным купить ну может быть фотошоп нам поможет а так я раздвинул теперь кусты туда-сюда и вот получилась такая сцена давайте сфотографируем ее так все готово я смотрю осталось нажать только на курочек ну что ж за исключением что цветок должен быть красным почти все удалось вот так будет красиво чуть-чуть я подвинул листочек лепесточек и естественно он стал совсем по-другому смотреться вот на такие мелочи надо обязательно обращать внимание так и теперь я уберу этих двух сопляток и сфотографирую без них кто и знает может быть они не столько нужны может быть будет вот так достаточно ну вот а теперь я возьму эти три фотографии пойду фотошоп и посмотрю что получилось потом вам покажу окей ну вот дорогие друзья этой картинкой мы открываем серию других картинок под названием зюси-пуси или проще сказать китч некоторые испугаются слово но я его давно не боюсь потому что понимаете китч что значит китч каждый людей вкладывает свое понятие в это слово допустим для некоторых рождество китч для других валентинка китч но тем не менее это живет понимаете и не надо так уж не брезно относиться к этому стилю я в нем работал свое время и поэтому я думаю что у меня эта серия пройдет хорошо ну во всяком случае посмотрим завтра я продолжил у меня тут еще куча всяких преднадлежностей и вот это я собираюсь к валентин так сделать валентин так ну день святого валентина вот сердечком зайчиком все такое с цветочкой все такое миленькое хи 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 ну а пока я с вами прощаюсь возможно до завтра возможно речит ревнует играет с мячиком пищит вовсю ну и так всего вам доброго до свидания но прежде чем я скажу вот эту отмашку сделаю я поставлю теперь каждый день каждый раз будет стоять ссылка в группу так что приходите и участвуйте всего доброго пока итак вот этой картинкой мы с вами открываем целую серию работ под названием общем категория зьюзи пуси некоторые скажут да это не зьюзи пуси это просто кич правильно потому что а что не кич я вас спрошу Новый год кич казачество кич день святого Валентина кич пасха кич это уже давно не религиозный праздник поэтому к этому надо спокойно относиться и если это востребовано то это и делать но делать хорошо и красиво я надеюсь у нас это получилось я под теперь каждым видео буду ставить ссылку на группу в течение всего эксперимента чтобы не забывали ходили туда ставили работу или работы что не запрещается я буду только рад на этом я с вами прощаюсь всего вам доброго пока пока